здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здравый люд с вами феррорист и у нас очередная серия постройки арматы т-14 армата но друзья подошел я уже к этапу к такому что в принципе башня у меня уже собрано внутренние части хочу я вам показать ее очень в принципе по сравнению с таком она у нас детализирована опять же повторяюсь что сравнивать пока нам приходится только с такомом но сейчас уже у нас и панда есть но вот у звезды видите как исполнена внутренняя часть башни камеры отдельно крепится 1 2 камера с этого борта идет и внутренние камеры уже с верхней части крыши башни внутренняя часть камера идет прозрачная вставляется в пластиковую деталь а потом уже приклеивается вот к этой части так скажем нижней башни здесь вот у нас есть люк и у таком а здесь тоже есть люк только он проще сделан здесь две перегородки идут и просто закрывается вверх и давайте мы попробуем совместить башню верхнюю часть так скажем с нижней получится у нас башня что касается по стыку и масти мне в принципе очень понравилось здесь никаких таких вот серьезных нареканий по стыку и масти к башне нету все в принципе стыкуется главное под скажем так подшлифовать детальки немножко и все прекрасно будет стыковаться вот смотрите видите раз камера у нас уже два вот здесь вот видно ее и ты здесь вот с этого борта 4 сейчас я доделаю здесь будет 5 и соответственно 6 мне осталось сделать только вот внутреннюю часть внутри вот справа здесь сейчас мы поставим вот такую же детальку вот и здесь одном будет закрывать щечку и здесь будет у нас крепится тоже две камеры в принципе вот такое убранство внутри ну что очень неплохо уважаемые друзья я конечно думал будет как-то все печально но нет фирма звезда растет прямо на глазах это радует и так мы подошли еще к одному интересному так скажем событию конечно есть какие-то там огрехи вот чуть-чуть там не стыкуется и в этом видео я вам хочу еще показать несколько секретов что ли можно так сказать ну некоторые просто может и не знают как этими материалами пользоваться давайте мы еще кое-что рассмотрим так скажем в этом познавательном видео не только сборка будет по армате но еще такие вот модельные как применять модельные химии или модельные хитрости и так вот когда мы состыковали башню если посмотреть вот сюда мы с вами сейчас увидим место оттолкателя нашлось она все-таки вот она видите имеет место быть ребята вот это место нам надо будет убрать оттолкатель и все у нас хорошо да взяли башню перевернули потом или смывочкой прошлись или еще что-то и так останется это место это место надо убирать от этого толкателя и как это сделать ну все скажут как сделать берешь наждачную бумагу и вперед да совершенно верно ничего хитрого здесь нету но опять же смотрите как интересно у нас расположена деталь здесь у нас вот арочная такая штучка есть здесь у нас мешает еще одна такая деталька скажем для турельки здесь стеклянная деталька у нас идет и как бы подлезть вот сюда но есть разные инструменты есть такие лопаточки там есть и стамес очки сегодня я вам хочу показать что такое есть вот такая штучка называется она жидкий скотч от авроры хобби как же можно себе сделать инструмент удобный именно в помощь да нам российская фирма аврора хобби предлагает вот такой жидкий скотч ну давайте рассмотрим этот вариант итак друзья мои давайте посмотрим поближе на что это такой есть жидкий скотч мы берем пузырек скотча этого и начинаем там кстати есть удобная кисточка например я вот наношу вот сюда эту жидкость и даю ей высохнуть где-то в районе 5 скажем так 7 минут много не надо так размазали чуть-чуть и положили сохнуть вот дальше мы берем еще одну палочку и берем тоже можем ее жидким скотчем опять поставили положили вот хочу попробовать еще вот такую вещь беру карандашик и на конце там ластик есть вот этот ластик мажу жидким скотчем итак у нас это все дело сохнет 5-7 минут ну а пока у нас сохнет наш скотч давайте же посмотрим еще на одну так скажем ну не проблему скажем а задачу вот вот здесь у нас камера как я уже говорил они сделаны у нас из стеклянных таких вот деталек и как же защитить после покраски чтобы у нас осталось здесь стекляшка но есть несколько вариантов можно вырезать маленький кусочек скотча наклеить его сюда и потом после покраски отклеить тоже вариант имеет на право на жизнь но сегодня я вам хочу показать есть жидкие маски вот например от валиха у меня есть такая вот жидкая маска и сейчас мы будем вот эти камеры а именно стекляшки вот от них защищать именно вот этой жидкой маски кстати стирается ли мыть кисточку потом или разводить если он загустеет можно нашатырем итак друзья давайте покажу как это делается мы берем кисточку тонкую соответственно той площади зависит которую мы хотим покрыть берем чуть-чуть этого средства и ставим капельку на ту площадь которую хотим защитить вот так и у нас вот теперь стоит такая капелька такого голубоватого цвета когда он начинает подсыхать он становится таким прозрачным так первую камеру мы с вами защитили теперь будем защищать вот эту камеру опять же берем чуть-чуть этой жидкости на кисточку и то что нам надо защитить ставим точечку вот здесь тоже мы поставили точку если где-то что-то вы подлезли ничего страшного когда она высохнет вы можете просто взять и подчистить это ну старайтесь конечно не залезать вот такими методами можно скажем так защитить небольшие те площади которые вы хотите чтобы оставались например без краски на подобие вот есть такие жидкости от разных фирм на подобие маска скола он еще как можно назвать можно делать еще сколы на поверхностях но это будущем если вы хотите пишите в комментариях можно будет показать как сделать и маску таксером маску скол из этой жидкости вот друзья мои что такое у нас жидкая маска а потом уже когда все подсохнет у нас вы покрасить и модель как вам надо возьмете зубочистку и остреньким концом все вот это дело внутри чуть-чуть скажем так чуть-чуть подденете и она снимется такой тоненькой пленочкой иногда знаете в детстве на руки мазывали было и потом пленочку такую тоненькую снимали он здесь примерно все то же самое вот друзья в принципе что такое опять же повторюсь маска жидкая и так друзья возвращаемся нашему жидкому скотчу что же у нас получилось но смотрим вот если видно что скотч у нас подсох его практически не видно осталось было такая синенькая у нас голубоватая жидкость сейчас ничего как бы не видно что вообще что то есть и так что же это такое мы хотели с вами убрать следы оттолкателя хорошо бы сделать тогда чтобы вот заместо этого ластика был такой какой-то наждачный круг и мы бы просто здесь покрутили бы им и очень просто бы убрали этот шов а потом бы заместо этого ластика оказался другой гридности круг и тоже им покрутили и отшлифовали бы это все как вот раньше бы так и даже мечтать то не было возможности а теперь у нас с вами появилась такая возможность и мы берем сначала большой гридности бумажку нашу шлифовальную отрезаем кусочек даже можно его и поменьше чтобы у нас хватило на два раза экономия должна быть экономной и что мы делаем мы берем вот этот карандаш с этим ластиком и вот так вот просто берем и прилепляем вот этим скотч у нас получилось что как будто здесь двухсторонний скотч липкая масса и так оп вуаля он очень надежно приклеен смотрите практически даже вот такими движениями я оторвать не могу можно взять ножницы если чтобы не задеть да там другие детали мы можем просто взять и все это дело подрезать сделать так скажем по карандашу пожалуйста вот теперь у нас получился пластик который может помочь нам в нашем таком проблематичном месте убрать след оттолкатель берем детальку вот этот след нам надо убрать и что мы делаем просто круговыми движениями начинаем убирать вот этот след оттолкателя смотрите уже потихоньку у нас начинается этот след убираться и пожалуйста он даже практически с места не двигается вот его сдвинуть не могу с ластика и продолжаем убирать и сейчас я вам покажу что у нас получилось и так я пять минут где-то поработал наждачкой но я аккуратненько не спешил вот в принципе видите что шкурка кстати наждачная бумага у меня здесь гридность ее 600 можно взять конечно и побольше бумаги но я хочу вот в принципе мне такой достаточно вот и потихонечку вот такими движениями здесь торопиться не надо в принципе мы сошлифовываем наш вот этот скажем так ненавистный толкатель который вот сюда поставил свой след вот место от этого толкателя вот смотрите практически уходит его уже и не видно вот еще я наносил вот на побольше на палочку вот такую на зубочистку тоже вот взял вот видите еще трудно скажем так отцепить взял кусочек наждачки и чтобы неудобнее было прикрепил так вот наждачку и уже с другой стороны тру чтобы мне вот попасть вот вот в эти места и еще хочу сказать смотрите ребят если вы например попользовались одной наждачки то не надо мазать например еще как производитель говорит на 5-6 раз вот этой липкой массы хватает вот например я попользовался взял прикрепил еще одну еще один кусочек вот он пожалуйста прилипает даже не могу его вот видите с трясти вот и смотрите вот перчатки даже он как липнет вот но вот такой жидкий скотч у нас друзья мои в принципе его можно придумать для чего он нужен ну куча всего например мы работаем с фото отравлением да нам нужно поднять маленькую деталь и соединить вот например какой-то ну даже давайте попробуем большую образная покажу липкость этой лент так скажем массы о пожалуйста что говорить про маленькую деталь ой даже еле от оторвал и и вот еще раз пожалуйста даже кручу здесь только от фантазии вашей будет скажем так как вот полета вашей фантазии что захотите в принципе тот инструмент и сделайте еще раз хочу напомнить очень мне понравилась вот эта вещь жидкий скотч ну что приступаем дальше что у нас получится сейчас я покажу до конца вышку и все это дело и будем уже дальше работать с нашей башни и так друзья давайте посмотрим что у нас получилось вот сошлифовали мы место оттолкателя теперь у нас все здесь чистенько хорошо и можно уже в принципе состыковывать верхнюю часть с нижнюю давайте вам напомню что же мы с вами проделали и так мы проделали первый этап второй третий четвертый и пятый этап перешли к подсборке вот этого этапа 7 а потом 7 б 7 c и 7 d вот эти подсборочки мы сделали дальше сделали номер 6 и сейчас с вами переходим вот как раз к этому моменту к седьмому действие итак друзья давайте посмотрим как это реально все выглядит выглядит это вот так собраем мы внутреннюю часть левую и собрали внутреннюю часть правую вот крепится это вот на таких штырьках вставляются они вот уже отверстие эти готовы в принципе удобно сначала вот так сделать на этом скажем на правом крыле вот так назовем что это будет крыло у нас внутренняя часть правая левую я уже приклеил и сейчас в принципе мне останется приклеить правую вот эту внутреннюю часть и уже состыковать именно башню давайте еще раз посмотрим поближе как у нас получилось кстати со стволом проблем никаких не было при сборе он собирается скажем вот эта часть отдельно из трех даже частей давайте я покажу вот здесь раз вот часть потом 2 вот эта часть и вот здесь уже основание ствола 3 в принципе швы расположены нормального этого ствола можно их быстренько так скажем зачистить заполировать и довольно таки неплохо получается и правая часть давайте посмотрим здесь я уже все камеры замаскировал я вам нужно показывал как это делается и сейчас будем в принципе закрывать верхнюю часть давайте мы ее померяем сначала еще раз скажу про стыковку стыкуется в принципе вот на данном этапе у меня все стыкуется нормально таких сильных огрех огрехов нету есть конечно немножко ну скажем вот видит таких стыковок но это ничего страшного в принципе в этом ничего нет здесь чуть-чуть подполировать и будет все хорошо ну и вот и не здесь немножко вот эта часть у меня не сходится я вам показывал в первом видео почему потому что здесь не знаю может это дефект у меня такой был деталь у меня немножко ну скажем так гнутая было и я и никак не мог состыковать все она у меня ломалась пришлось вклеивать небольшой литничок сюда вот ну здесь я всем скажем так все состыкуется у меня но и придется вот сюда небольшой маленький литничок вклеить и и положить немножко шпаклевочки а так все будет нормально следы от толкателя уже здесь не видно вот ну что наполнение в принципе под башней очень так довольно таки нормально для секретного танка вот такому я вам показывал что практически все там голая хоть отвертку просовывай звезды уже видите наполнение имеет место быть и камеры также расположены под брони щитами они не как у такома вклеены прям сразу в корпус а здесь есть расстояние как у настоящей машины так что вот в принципе как у нас с вами получилось состыковать вот даже я ее сейчас не приклеил эти остыковка такая плотненькая получается это радует вот ну что друзья давайте сейчас я вклею тогда вот эту часть начну вклеивать верхнюю часть и потом покажу что у меня получилось и так мы приклеили верхнюю часть к нижней и вот что у нас получилось в принципе стыку и масть от центральной панели она довольно таки неплохая мне понравилось я переживал все таки вот за эту часть вот и вот здесь но смотрите все нормально состыковалась шовчик тоненький здесь я немножечко полирнул вот но самое главное не за так скажем угол чтобы был у нас оставался так скажем чтобы его не завалить здесь аккуратнее будете потому что стыковка листов она идет под углом вот дальше эта сторона у нас вот так получилось я думаю что вот здесь немножко я все-таки пройдусь шпаклевочкой вот поэтому шум чтобы он конечно шов надо оставить потому что это листы накладные но слишком он какой-то вот все-таки шов более такой грубый так скажем толстый получился здесь здесь пройдусь шпаклевочкой его шлифану дальше вот это место меня тоже немножко беспокоит видите хотя вот здесь вот все остыкуется нормально здесь вот чуть-чуть есть скажем так не стыковочка но опять же здесь вот я чуть-чуть шлифану и все будет нормально с этой стороны все сошлось нормально ну в принципе я доволен моделью вот считайте башню мы уже с вами собрали осталось у нас только надстройки на этой башне вот это собрать пулемет то есть восьмое действие 9 10 10 3 действия пулемет даже 11 тоже 12 и 13 то есть с 8 по 13 действие это посвящено как раз сборке пулемета самого и турельки для нее ну и 14 действие у нас останется с вами все это скрепить на башню антенны поставить и навесное оборудование не знаю в принципе я подумаю ставить ли сразу вот антенны и вот это навесное оборудование которое слишком высокая потому что ну скажем так задевать за эти детали будешь постоянно ну в этой инструкции как бы фирма подразумевает когда вы башню сделали вы ее уже откладываете и оставляете и до покраски дальше уже идут у нас действия которые будут посвящены именно верхней части как раз верхней части посвящены будут этого танка ну что уважаемые друзья а нам осталось только присоединить вот сюда имитацию сетки это у нас как раз показано на действие номер 7 это вот здесь h2 деталь и в принципе наш сегодняшний выпуск можно уже заканчивать и так давайте мы приклеим эту сеточку еще раз посмотрим что у нас вышло по башне и будем ждать следующую серию по сборке т-14 армата и так друзья вот у нас деталечка h2 мы ее отделили от литничка все зачистили вот так она выглядит но мы с вами договорились что будем собирать в принципе из коробки поэтому если кто-то будет собирать не из коробки я в принципе рекомендую вот так это дело вырезать и сюда поставить как раз сеточку от аврора хобби можно и потом вот эти крепления можно из пластика там из доширака кусочки вот эти вот имитировать уже на сеточки а так мы будем приклеивать как раз вот эту сетку но смотрите вот без клея она очень даже неплохо сюда встает без всяких скажем так под точек заточек вот все вот смотрите давайте мы сейчас это приклеим я вам покажу тогда в принципе аккуратней аккуратненький вот такой шов у нас получился с вами вот конечно имитация сетки есть имитация сеточки это не сама сетка сетка гораздо выигрышнее смотрится но что есть итак уважаемые друзья вот такая башня у нас с вами получилось еще раз давайте посмотрим но на этом этапе мне сборка так скажем понравилось никаких серьезных огрехов я не нашел опять же сделаем с вами пулемет с турелькой это еще мы приклеим антенны я не буду крепить прикреплю их чуть чуть попозже чтобы постоянно если башню трогать их не задевать потому что есть такие детали на машинах или ну скажем так на моделях которые постоянно задеваешь они ломаются ну что друзья смотрите мои следующие серии по сборке если вам понравилось это видео ставьте лайки ну если скажем тоже не понравилось ставите не лайки и так спасибо вам большое что были со мной я желаю всем удачи самое главное здоровье вам и вашим семьям и не оставляйте дела которые вы можете сделать сегодня всем пока